Теперь это одна из главных площадей Свирска. Здесь собрались сотни людей, в их числе губернатор Иркутской области Сергей Рощенко и мэр города Владимир Арноев. Подходят к каждому личному ветерану, как настоящие солдаты. Главу региона встречают стоя. Сегодня поздравляют не только тех, кто ковал победу в тылу, но и совершают молебен в памяти о фронтовиках, не вернувшихся с полей сражений. Благословен Бог наш, всегда, ныне пресно и вовеки веков. Защищать родину ушли более двух тысяч сверчан. Почти половина погибли или пропали без вести. Их фамилия на мемориальной стене. Это часть комплекса. Он был открыт еще в 1997 году. Спустя пять лет мемориал решено было реконструировать. Долю средств выделили крупные компании, затем работы продолжили по проекту народной инициативы. Сюда же перенесен памятник солдату-освободителю. Раньше монумент стоял на площади у одного из заводов, откуда сверчан провожали на фронт. Глава региона отмечает, подвиг героев навсегда останется в нашей памяти. Мы вас очень любим. Благодарим за то, что вы нам подарили эту победу. Мы хотим равняться на вас. И мы заверяем вас, что тот дух победителя, который вы подарили России, будет нас побуждать к новым победам. И наше будущее, и наше настоящее. Мы понимаем, что мы обязаны этим вам. К новому мемориалу он включает в себя также вечный огонь и панно взятия Рейхстага. Гости возложили цветы. Память павших по традиции почти ле минуты омолчания. Огонь! Вырезай! Огонь! А это уже Свирский дом культуры. На сцене мэр муниципалитета. Градоначальник отмечает, город славен не только героями-фронтовиками, но и теми, кто эти четыре года трудился в тылу. Мы с вами в 41-м году в очень короткое время сумели развернуть на базе завода химических источников тока аккумуляторное производство, которое было эвакуировано с города Ленинграда. Мы в очень короткое время, в трехмесячный срок, на базе школы номер один запустили военный госпиталь. В завершение встречи свидетелей тех событий, их в этом зале всего 10 человек, губернатор Рыкутской области Сергей Рощенко награждает медалями 70 лет победы в Великой Отечественной войне. Галина Тюрнева, Николай Крупченко. Новости сейчас.